Монахиня Иулиания Соколова, труд иконописца-фрагменты из книги, руководство для начинающих иконописцев, техника иконописи. Техника иконописания сложна и своеобразна последовательность писания иконы выработана в древности. Изменению не подлежит и по традиции передается иконописцами из поколения в поколение. Поэтому начинающие иконописцы должны также строго и неуклонно ее придерживаться, если же, в силу обстоятельств, приходится отступать от некоторых материалов и приемов, то каждый иконописец должен более всего бояться нарушить главное. Традиционный образ иконы и последовательность его построения каждая икона состоит из четырех основных частей. Слоев первый слой щита из деревянной доски или кусок холста является ее основой второй слой грунт или левказ. Приготовленный из порошка мела с клеем третий слой живопись, состоящая из рисунка и красочных материалов, пигментов, приготовленных на натуральной яичной эмульсии или на искусственной козеиново-масляной или поливинилоцетатной. Четвертый слой, защищающий живопись от внешних воздействий, представляет собой тонкую пленку отвердевшего растительного масла олифы. Сообразно с этим работа над иконой подразделяется на четыре основных этапа – выбор основы, наложение грунта, живопись и закрепление ее олифой. Выбор основы и ее обработка доска для иконы готовятся из таких пород дерева, как липа, сосна, ель, ольха. Лиственница в северных районах России, пихта, кипарис, бук в южных районах предпочтение надо отдать кипарису, липе и ольхе кипарисовые доски не коробятся от воздействия атмосферных изменений, и в них не заводится жучок-точильщик благодаря специфическому запаху кипариса липовые и ольховые доски удобны. Своей легкостью. Так как иконопись требует горизонтального положения доски в отличие от станковой живописи и позволяет, для удобства иконописца, поворачивать икону в разных направлениях. Доски березовые, особенно осиновые, еловые, сосновые и других малоценных пород, непрактичны, хотя и постоянно употребляются они или очень смолистая смола может выступать из доски и после просушки, даже иногда через лицевую сторону, или очень рыхлый береза, осина и восприимчивы к переменам температуры и влажности воздуха, отчего сильно коробятся и трескаются совсем непригоден дуб из-за своей особой структуры. Способный трескаться под левкасом, доска, предназначенная для иконы, должна быть из хорошо высушенного дерева. В древности просушка велась на открытом воздухе и весьма длительное время в настоящее время сушка древесины. Ускоряется искусственным образом в особых сушильнях, но прежних результатов этот способ не дает. В цельной или склеенной из нескольких частей доске, с целью предохранения ее от покоробления, в тыльной стороне, поперек древесного волокна, делаются расширяющиеся вглубь доски прорезы, в которые вставляются шпонки узкие дощечки, сделанные по форме паза и приготовленные из более крепкого дерева, чем сама доска, например. Из дуба наиболее распространенные шпонки известны под названиями сквозных, встречных, рельефных, плоских. Форма паза, в которой они вставляются, носит название. Ласточкин хвост. Но свое назначение противодействовать покороблению доски шпонки выполняют не всегда доска ссыхается, коробица. Шпонки часто выпадают из пазов, поэтому в конце 17 века их стали врезать в торцы досок, откуда выпасть им почти невозможна точка, шпонки ни в коем случае не приклеиваются к доске, а для прочности или приклеиваются самым кончиком, или прибиваются одним гвоздиком, чтобы при колебаниях влажности атмосферы, способствующей расширению и сужению доски, она не могла лопнуть иногда в щит, состоящий из нескольких досок, склеенных между собой, врезаются дополнительные шипы планки различной формы, называемые ласточками, карасиками, сковородниками. Они врезаются в смежные доски, к такому креплению приходится прибегать особенно в тех случаях, когда икону пишут на старой, сильно выгнутой доске. На лицевой стороне доски вытисывается плоское углубление, вокруг которого оставляется нетронутая рама, или полеуглубленная часть доски называется ковчегом, или корытом, уступ, образуемый ковчегом, носит название, лузги, встречаются иконные доски, вынутые с лицевой стороны два раза, то есть имеющие двойной ковчег, глубина ковчега для икон небольших размеров должна быть около 2,2,5 мм и не более 3-4 мм для крупных досок картину, для цельности впечатления. Вставляют в раму, отделяя ее таким образом от окружающего и направляя внимание зрителя в мир, открывающийся на холсте за рамой. Как бы за окном в иконе роль рамы исполняют поле, изолируя изображенное на иконе от земного окружения, они способствуют сосредоточенности молящегося размер доски, соотношение ее длины и ширины и величина полей имеют большое значение. Так как, если пропорции не соблюдены, потеряется впечатление и от самой хорошей работы. Ранее дощаник с иконником работали в контакте, дощаник в столярном деле был таким же мастером, каким художник в красочном, если ему говорили, поле в красу, пошире или поуже. Это значило, что целиком полагаются на его вкус, а вкус у хорошего столяра был таким же утонченным, как и у художника в различные времена способы обработки доски, крепление шпонок, профиль шпонок, пропорции досок. Ширина полей изменялись, все эти особенности иконной доски имеют большое значение при установлении даты. Произведения в древности доски изготовлялись с помощью топора и тесла, поэтому до нашего времени сохранилось такое название для доски, как «тес». Часто даже поперечную обработку досок, как и бревен, производили топором. Колотые доски имели то преимущество, что они очень редко трескались и почти никогда не коробились. Особенно, когда они были расколоты по радиусу, вдоль по волокнам затем колотые доски начали заменять пиленами. Пила в России была известна уже в X-веке, но, по-видимому, до XVII века в обработке древесины применялась только для поперечной распиловки. Продольная же распиловка, имеющая целью получения из бревна нескольких досок, стала, вероятно, применяться значительно позднее об употреблении продольной пилы из письменных источников известно только с XVII века. Лучшим доказательством способа обработки доски являются следы от инструмента, оставшиеся на ее поверхности так, например, от обработки топором остаются характерные зарубки, но, Как правило, доски древних икон 11-16ВВ имеют следы обработки скобелем обратная сторона досок многих икон. Подвергалась в последующие века неоднократным обработкам, поэтому первоначальный способ изготовления доски. Правильнее и безошибочнее определять по следам, сохранившимся под слоем живописи, конечно. Их можно видеть только в том случае, если часть левкаса, покрывающего доску. Утрачена первичная тиска досок проводилась вдоль волокон древесины, чтобы выровнять поверхность каждой доски в отдельности после соединения досок в один щит по лицевой стороне шла. Вторичная обработка теслом поперек волокон древесины в целях выравнивания мест соединения. Поскольку для обратной стороны неровности в местах соединения досок не имеют существенного значения, поперечной тески там не делалась форма шпонок и способы их крепления также имеют свою историю. В 12-13 веках шпонки не врезали в доски и икон, как в последующие века, а прикрепляли их с помощью деревянных штырей или железных кованых гвоздей местом крепления шпонок были торцы. Досок и их тыльные стороны в 14 веке к доскам. Состоящим из одного куска дерева, шпонки не прикрепляли, когда щит делали из нескольких досок, использовали накладные шпонки, прикрепляя их железными коваными гвоздями. С конца 14 века встречаются доски с врезными шпонков. В 15-16 веках шпонки только врезали в тыльную сторону доски, и они высоко выступали над поверхностью доски. В иконы малого размера врезали только одну шпонку, в 17 веке шпонки также врезали в доску. Но их делали низкими и широкими, частью изготовляли из дуба. Со сложным профилем в самом конце 17 века стали врезать шпонки в торцы досок. Формат досок, ширина полей, глубина ковчега также имеют характерные для своего времени особенности древние иконы, как правило, имеют ковчег иконы 14-15 веков, отличаются удлиненной формой и узкими полями доски в полтора. Метры имеют поле шириной 4-4,5 см, на досках небольшого размера они суживаются до 1,5-2 см с конца 16 века в иконах. Главным образом, московских мастеров доска видоизменилась пропорцией сторон как будто обычные. Мерные, но стороны ковчега приблизились к квадрату, поля стали шире, иногда они доходят до 5-6 см на иконах малого формата, а глубина ковчега и на ощупь едва приметно появился и распространился двойной ковчег со второй половины 17. Столетия доски, как правило, изготавливались без ковчега, с ровной поверхностью, но поля, обрамляющие изображения, выделялись цветом. От 17 века дошли иконы, имеющие в верхней части фигурный обрез, наподобие треугольника, у которого боковые стороны поднимаются кверху закругленными уступами, такие иконы принадлежат верхнему, ярусу иконостаса. Своей формой они придают иконостасу декоративную законченность, к примеру, иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры в 18 веке икона потеряла и цветовые поля. Иконы в иконостасах также и изображения на стенах стали обрамляться рамой в стиле барокко и рококо-стиль барокко. Представляет собой сочетание растительных мотивов листьев, цветов, плодов с геометрическими фигурами, эллипсом, спиралью, а также и с их частями. Излюблены ломаные линии и стиль рококо требует иногда искусственной прогнутости или выпуклости доски. И этот стиль образуется из разнообразных сочетаний только одного мотива, который приближается к раковине, взятый в профиль, и общим видом напоминает человеческое ухо. Этот стиль не имеет четко выраженной рамы, образуя совершенно несимметричные клеймая самых разнообразных форм. В конце XVIII и начале XIX веков эпоха империи выработала стиль ампир. Стиль империи и следы этого стиля остались и на иконной доске. Придав ей форму некоторых геометрических фигур эллипса, треугольника это наблюдается, главным образом. В иконах царских врат, иногда иконостаса в первой четверти XX века, возник новый стиль – модерн. В основе его лежит пробудившийся интерес к образцам катакомбного искусства. А также и к русской старине иконные доски получили фигурный обрез, сверху этот обрез имел форму и подобие арок. Или русских теремных кровель, церковных глав, но то, что было жизненно в период катакомбной и византийской эпох, что было выражением души русского человека XIV-XVI веков, в XX веки получило примитивный. Поверхностный характер новое творчество по формам старого стало отзываться подделкой. Портящий подлинное творчество Дух народного творчества не был понят при крайнем обеднении религиозного сознания этой эпохи новый стиль. Оказался бездушным подражанием и случайным исканием в искусстве таким образом, подновленное, модернизированное, древность сначала явилась привлекательной новинкой, как всякая мода, завоевала себе большие симпатии, но быстро изжила себя. Техника иконописи подготовка доски к грунтовке Подготовка доски к грунтовке заключается в следующем, если доска очень гладкая, ее лицевую сторону следует зазубрить, Для этого существует специальный инструмент цикля, похожий на обыкновенный рубанок, но его лезвие имеет мелкие зазубрины, когда таким инструментом проходят по доске. Зазубрины оставляют на ней бороздки, таким образом ликвидируется гладкость доски, это делается для того, Чтобы паволока, а с ней и грунт держались крепче, такой инструмент легко сделать, каждому надо запастись пилками от лобзика, подыскать обтесанный кусочек бруска, наподобие рубанка, и загнать в одну его сторону пилку, оставив снаружи только лезвие, если под руками нет такого инструмента, лицевую сторону доски можно просто неглубоко процарапать в разных направлениях каким-то острым предметом. Шилом, скальпелем или ножом глубоких царапин надо избегать, они могут вызвать в грунте трещины. Техника иконописи подготовка доски к грунтовке Подготовка доски к грунтовке заключается в следующем, если доска очень гладкая, ее лицевую сторону следует зазубрить, для этого существует специальный инструмент цикля, похожий на обыкновенный рубанок, но его лезвие имеет мелкие зазубрины, когда таким инструментом проходят по доске. Зазубрины оставляют на ней бороздки, таким образом ликвидируется гладкость доски, это делается для того, чтобы паволока, а с ней и грунт держались крепче. Такой инструмент легко сделать каждому надо запастись пилками от лобзика, подыскать обтесанный кусочек бруска, наподобие рубанка, и загнать в одну его сторону пилку, оставив снаружи только лезвие, если под руками нет такого инструмента. Лицевую сторону доски можно просто неглубоко процарапать в разных направлениях каким-то острым предметом. Шилом, скальпелем или ножом глубоких царапин надо избегать, они могут вызвать в грунте трещины. Если на доске, особенно если это старое, совсем утраченные иконы, есть какие-нибудь выбоины, выпавшие сучки, прожжённые места, то все эти изъяны следует исправить выпавшие сучки и глубокие выбоины лучше всего заделать вклейкой хорошо. Подогнанных кусочков дерева или массы просеянных и смешанных с клеем опилок или густой кашицы из мела с клеем в последнем случае это место сначала надо проклеить горячим клеем и просушить. Прожжённые места необходимо тщательно вычистить до дерева и также заровнять. Если в новой доске на лицевой поверхности есть сучки, особенно часто они бывают в кипарисовых досках. Их необходимо выбрать и заделать деревом на клею у сучков, есть свойство при ссыхании древесины сами они не. Ссыхаются выступать из поверхности доски, если их оставить, впоследствии они выбьют и грунт. Для дальнейшей обработки доски подливказ необходим прежде всего клей обычно пользуется клеем животного происхождения. Столярным, желатиновым, рыбьим. Столярный клей получается из выворки костей, кож, сухожилий и он бывает разных сортов и названий. Кожный, шубный, мездровый, костный, столярный, малярный, гранулированная разновидность столярного клея. Несколько иной выработки все они различны по своей склеивающей силе и эластичности старые иконописцы. Предпочитали для грунтов мездровый клей, отличающийся особой крепостью и белизной встречается он и теперь. Но прежде чем применять его, необходимо на опыте проверить его свойства то же самое надо сказать о гранулированном клее более известен по. Своим свойством столярный клей в плитках он то прозрачен, это свойство малярного клея, то полупрозрачен, с более или менее темной окраской. В зависимости от степени очистки этот клей размягчается и разбухает даже в сыром воздухе, покрывается плесенью и загнивая, теряет свою крепость. Подобные процессы скорее протекают в его водных растворах наиболее стойким в этом. Отношение является мездровый клей. Вместо клея может использоваться желатина, она получается из выворки шкур животных, имеет два вида. Пищевая желатина совершенно бесцветная и техническая склеивающая сила желатины уступает лучшему сорту. Кожного клея лучший сорт рыбьего клея добывается из плавательных пузырей хрящевых рыб, белук, осетров, стерляди путем очистки, обработки пузырей щелочным раствором. Промывки и просушки на солнце хороший сорт этого клея обладает большой вяжущей силой и эластичностью. Кроме того, он почти бесцветен сорта низшего качества получают из рыбьих кишок, кожи, чешуи. Костей при пользовании этим клеем, особенно в грунтах, необходима осторожность, так как его высокая клеящая сила выше, чем у желатины высшего качества и столярного клея может при неумелом обращении с ним способствовать. Образованию в грунте трещин для грунтовки доски необходим также мел. Хорошо просеянный, в котором нет ни перемолотых частиц, ни гипс, ни алибастер, ни белила не заменяют в данном случае мела, дающего после окончательной обработки особый эффект глубины и прозрачности. Кроме того, наблюдения показывают, что алибастровые грунты при неблагоприятных условиях разрушаются сильнее, чем меловые, в них происходит разрыхление и распыление левкаса совершенно непригодны для грунта по своему составу, так называемая. Побелка, заводского изготовления для покраски стен и печей, если под руками имеется мел только низкого качества. Плохо молотый, с большим количеством песка. Сора, всегда есть возможность очистить его путем отмучивания, этот процесс заключается в следующем. Берут два сосуда и в один из них насыпают на одну треть мел, заливают водой до половины сосуда и не спеша размешивают, давая мелу раствориться в воде вода, приобретает белый цвет, на поверхность всплывает легкий сор, на дно оседает песок сор, следует собрать и выбросить жидкость, переливают во второй сосуд. Процеживая через марлю оставшуюся гущу, хорошо разминают, чтобы размельчить нерастворившиеся крупные кусочки мела, и снова зе. И снова заливают водой, размешивают и опять процеживают процесс, этот повторяют несколько раз, после чего оставшийся песок и камешки выбрасывают. Сосуд вымывают процеженную жидкость, снова размешивают и через 1-2 минуты осторожно переливают в сосуд. Через марлю, не давая проникнуть осевшим песчинкам песок, оставшийся на дне, следует выбросить этот процесс переливания, повторяют до 3-4 раз. После чего белую жидкость оставляют отстаиваться, через сутки мела сядет на сосуда, вода сделается прозрачной, и ее следует удалить, не тревожи мела для этого делают из марлей жгутик и один конец его опускают в сосуд с мелом так, чтобы конец его доходил до мела, а другой конец опускают в пустой сосуд. Через несколько часов вода перельется в пустой сосуд, мел высушивается, и таким образом получается мягкий кусок чистого мела. Легко растворимого можно использовать кусковой мел, его надо натереть на терке, отмучить, так как в куске могут быть и песчинки, и земля, и уголь не годится искусственный мел, хотя он и очень тонкий. Для грунта можно использовать и зубной порошок, но только, детский, ни в коем случае нельзя брать другой сорт, например, особый, где есть такие добавки, как сода, если сода попадет в грунт, то обычно под красками грунт начинает кипеть, пузыриться, поднимается кверху, что делает работу невозможной. Другим материалом при подготовке доски является паволока, это название связано с понятием наволакивания. Паволакивание, заволакивание, доски под левка с тканью паволок и называется льняная или пеньковая, но обязательно редкая ткань, чтобы под ней не задерживался воздух при наклеивании на доску пригодной марли лучший прочный сорт паволоку. Называют иногда серпянкой, совсем непригодны цветные ткани для наложения грунта на доску нужна деревянная, стальная или костяная лопатка, такие лопатки определенной формы называются шпателями, клепиками или гримками, старые названия для заглаживания грунта употребляется пемза, которая бывает двух сортов. Один это легкие, темно-желтого цвета, наздреватые камни, легко ломающиеся и крошащиеся перед работой крупный камень надо расколоть сахарными щипцами или ножом или, лучше, распилить лобзиком, можно и обычной ножовкой, так, чтобы получить кусок не более спичечного коробка, когда куски будут расколоты, их надо потереть один о другой. С тем, чтобы выровнять поверхность, которой придется работать после этого пемзу, следует хорошо промыть в воде, чтобы несколько сошла желтая пыль, окрашивающая грунт. При заглаживании. Крошки пемзы, остающиеся после распиливания и при обработке кусочка пемзы, следует собирать их, надо размельчить и хранить в баночке, ими пользуются вместо резинки при нанесении рисунка на грунт. Резинка при исправлении ошибочных линий их только размазывает и пачкает грунт, тогда как порошок пемзы их быстро снимает. Стоит только опустить палец в порошок и протереть нужное место второй сорт пемзы. Лучший по качеству представляет собой белые, легкие, прессованные кирпичики, которые также следует или раскалывать, или распиливать до нужной величины, эта пемза совсем не изменяет цвет грунта. Для окончательной шлифовки левкаса нужна наждачная бумага средней и мелкой зернистости. Процесс наложения грунта на доску, приступая к работе над грунтом. В первую очередь необходимо приготовить клей. Способы приготовления клея сводятся в основном к следующему. Размельченные плитки столярного или пластинки рыбьего клея заливаются холодной водой приблизительно на сутки, а затем сосуд с набухшим клеем помещают в специальную посуду, называемую «клеянкой». Она состоит из двух котелков, входящих один в другой, причем большей наполняется водой и ставится непосредственно на огонь. В меньшей помещается клеевой раствор между дном большого и дном малого котелков, обязательно должен быть промежуток. Заполненный водой таким образом клей варится на медленном огне, чтобы он не перегревался и не перекипал, так как от высокой температуры он теряет свою крепость. Такой способ варки клея называется варкойна. Водяной бане. Готовый клей переливается в другую посуду, разбавляется горячей водой, составляя примерно 3-5% дефисократкая раствор клея. Клей наносится очень горячим широкой кистью щетинкой по лицевой. Поверхности доски так, чтобы доска хорошо пропиталась и хорошо закрепилась, так как древесина, особенно если она старая или рыхлая, может потом тянуть в себя клей из грунта и тем способствовать его отставанию от доски хорошо входит в дерево только. Жидкий и горячий клей, крепкий или теплый клей размазывается по поверхности. Доски. Не давая нужных результатов, проклеиваются одновременно и торцы досок, поскольку влага проникает в древесину. Главным образом, через торцы поперечный разрез после проклейки доску необходимо хорошо просушить. Время высыхания длится иногда несколько часов, иногда сутки, в зависимости от температуры и влажности помещения, в котором идет работа, если древесина доски слишком рыхлая или пересохшая. После просушки рекомендуется проклейку доски повторить, когда доска таким образом подготовлена. Наклеивается паволока предварительно приготовляется приблизительно 15% дефистократкое. Раствор клея первого часть клея на шесть частей воды, если попробовать клей на ощупь. Пальцы будут сильно липнуть один к другому по размеру доски, отрезается кусок редкой материи с учетом торцов, если на них нет врезных шпонок паволоку погружают в клеевой раствор на одну-два часа с целью равномерного насыщения ее клеем, затем тем же раствором горячего, крепкого клея проходят широкой кистью по доске, ткань слегка отжимают, накладывают на доску, захватывая и торцы, расправляют, приглаживают и ставят на просушку. При этом не следует слишком натягивать материю, особенно в местах лузги, имея в виду то, что ткань при высыхании съеживается и может отстать, образуя под собой пустоты. На проклеенную доску можно накладывать и сухую паволоку, особенно если это тонкая марля, но в таком случае необходимо после того, как она хорошо приглажена, поверх ткани пройти горячим более жидким клеем, с тем, чтобы материя хорошо пропиталась раствором, если же доска крупного размера и... Особенно, если в помещении прохладно, удобнее другой способ наклеивания паволоки сухую ткань надо накатать на какой-нибудь деревянный или свернутый из картона стержень. Затем широким флейцем наносят горячий клей на доску последовательно, захватывая небольшую площадь по ширине, от края до края тут же накладывается накатанная на стержень ткань, у которой отпускается некоторая часть на торец ткань, положенная на клей, приглаживается рукой. Таким образом последовательно проклеивается доска и одновременно постепенно раскатывается паволока и... Разглаживается, когда наклейка паволоки на лицевую сторону закончена, проклеиваются торцы, на которые загибают концы ткани и здесь ткань не следует натягивать после этого горячим клеем 12, 10 проходит по всей доске, обильно пропитывая ткань сверху доска, выдерживается до полной просушки, после этого приступают к наложению. Грунт и грунт, левказ, изготавливается и наносится на подготовленную доску. Следующим образом в раствор клея крепостью 10, 8% первого часть клея на 5 частей воды высыпается просеянный мел в таком количестве. Чтобы в хорошо размешанном виде масса была похожа на жидкие сливки на доску, она наносится широкой кистью или просто наливается на отдельные участки, но в том и другом случае крепко притирается рукой, чтобы левказ хорошо заполнил все отверстия в ткани и в них не осталось воздуха, руки при этом должны быть вполне чистыми, так как нечаянно образовавшееся жирное пятно может испортить всю работу. Этот процесс у иконописцев называется побелкой и может повторяться 2-3 раза. Тончайшие слои накладываются каждый раз после полной просушки предыдущего слоя без побелки следующие слои. Более густого грунта почти всегда дают трещины, затем в побелку добавляется еще мел, так, чтобы левказная масса получила консистенцию жидкой сметаны, которая наносится на доску поверх побелки шпателем и им же приглаживается слои грунта должны быть очень тонкими, поэтому шпатель при работе следует крепко прижимать к доске. Чем тоньше слои левказа, тем меньше возможностей грунту растрескаться грунт, наложенный толстым слоем, дает трещины через несколько часов, так как его влага, как лежащего на толстой основе доске, может испаряться только с одной стороны и верхние слои грунта, быстро затвердевая, дают усадку, нижние же находятся еще во влажном состоянии, отчего верхний слой растрескивается и край трещин получают немного оплывшую. Закругленную форму некоторые мастера, нанося до 10 и более тончайших слоев, весь грунт притирают ладонью, во избежание трещин однако шпатель, как инструмент твердый. Лучше заравнивает случайные неровности поверхности доски, и в этом есть свое преимущество рука же, втирая левказ, неровности повторяет нанося грунт шпателем, не следует притирать им по одному и тому же месту, хотя бы и для выравнивания слоя это не только не сделает его ровным, но и может снять нижние размокающие слои достаточно пройти 2-3 раза. Выравнивание же является особым процессом после просушки левка со шпателем, грунт наносится в 3-4 слоя, чтобы последние слои ложились ровнее, рекомендуется после двух слоев всю обрабатываемую поверхность спемзывать, сравнять пемзой с водой, делается это. Следующим образом наливают в блюдце воду, опускают в нее на минуту заранее заготовленный кусок пемзы, затем, вынув его, оставляют на нем одну только большую каплю воды и начинают пемзовать левказ участок за участком, заравнивая попадающееся углубление после этого последние слои ложатся ровнее и легче одновременно с. Грунтовкой лицевой стороны доски идет точно таким же образом грунтовка торцов, но только в том случае, если в них нет врезных шпонок, количество грунта надо стараться приготовить с таким расчетом, чтобы его хватило на все процессы, так как во вновь приготовленном грунте пропорция содержания клея может измениться, если новый левказ по крепости клея окажется слабее предыдущего. В этом беды не будет, а если он будет крепче нижних слоев, то его растрескивание неизбежно. Так как эта работа растягивается на несколько дней, есть необходимость предохранять остающийся грунт от засыхания, для этого сосуд с левказом покрывают хорошо, смоченный в воде и отжатой тряпкой и ставят в прохладном месте, не следует закрывать банку с грунтом плотными крышками, от этого грунт быстро портится, расслаивается и разжижается, случается, что по окончании работы на верхнем слое тщательно сделанного грунта появляются мелкие трещинки, это может произойти по двум причинам, если верхний слой оказался крепче нижних, в этом случае в оставшийся грунт следует добавить немного воды, ложку или несколько капель. В зависимости от количества оставшейся массы, подсыпать мел, то есть сделать грунт послабее и покрыть им всю поверхность доски еще два-три раза, возникновению трещин могут способствовать соли, содержащиеся в воде и придающие ей жесткость, а левказу хрупкость ввиду этого рекомендуется употреблять при замачивании клея мягкую воду кипяченую или дождевую. Если неожиданно на готовом левкасе появится приподнятость, то есть под левкасом начнет отделяться от доски паволока, следует аккуратно проделать в этом месте отверстие, влить в него жидкий клей шприцем или кисточкой мелкого размера, заложить вдвое или втрое сложенные папиросной бумагой и поставить под теплый утюг на одну-два часа, если бумага приклеится, ее надо осторожно отмыть, такое отставание поволоки происходит в том случае. Если доска в самом начале была плохо проклеена, то есть с пропусками, или холодным клеем только горячий и жидкий клей хорошо проходит в древесное волокно и закрепляет его, и только после полной его просушки можно наклеивать поволоку, в противном случае при поднимании левкаса. Отделение поволоки может идти постоянно и в разных местах, даже во время работы красками, крайне усложняя дело. Заравнивание грунта, окончательно заливкашенную и хорошо просушенную доску, следует еще раз спемзывать. Следующим образом, кусочком пемзы, обильно смоченным в воде, труд и кругообразно, и из стороны в сторону небольшой участок 15 х 15 сантиметров загрунтованной поверхности, когда под пемзой влаги останется мало, ее откладывают, а спемзованное место заглаживают слегка смоченными в воде пальцами или ладонью, таким образом обрабатывается вся доска вместе с торцами, если при заравнивании пемзой взять воды много. Начнется быстрое и неравномерное размывание левкаса, если мало, подсыхающая пемза может нанести царапины, если под пемзой появляются царапины, работу следует прекратить и внимательно проверить рабочую сторону пемзы, отыскать в ней обнажившийся твердый камешек или крупинку шлака, вынуть их ножом и снова спемзовать поцарапанное место по окончании работы доска должна хорошо просохнуть. В продолжении всей работы пемзу необходимо постоянно промывать в воде, чтобы она не забивалась грунтом по окончании же всей работы, ее следует тщательно промыть, чтобы затвердевший на ней грунт не сделал ее потом негодной для работы, спемзованный и хорошо просушенный грунт оттирают наждачной бумагой. Техника иконописи грунтовка, холстяноидский, таблетки, холстяноидской, называется кусок грубого холста размером не более 28 х 19 сантиметров, загрунтованный с обеих сторон размер может быть и меньше, но не больше из-за хрупкости этой основы, понятие. Таблетка появилась в начале 20 века, изображение на таблетках, пишут с обеих сторон, процесс грунтовки заключается в следующем, заготавливается рама или подрамник размером примерно 70 х, 80 или 50 х 60 сантиметров, немного большего размера отрезается холст, например, бортовой, и натягивается на раму после этого все процессы, идущие по грунтовке доски, проделываются в той же последовательности на холсте, только с обеих сторон одновременно, чтобы холст не приклеивался к раме, обрабатывается только та его часть, которая находится внутри рамы, а чтобы он не продавливался во время наложения грунта, под него следует подкладывать как опору или толстое стекло, или гладкую доску по размеру проема рамы. После обработки одной стороны, чтобы не потревожить свеженанесенный грунтовой слой, ему дают несколько подвинуть, но не высохнуть минут через 30-40 раму переворачивают, кладут на ту же опору или вкосят другую сторону слои, должны быть тонкими и повторяться после полного просыхания. Предыдущих, когда толщина грунтуемого холста достигнет 3-4 мм, его спимзовывают на гладкой поверхности сначала одну сторону, минут через 20-30, другую, пока спимзованный холст еще сыроват, его на стекле осторожно срезают с рамы и разряжают на отдельные дощечки нужной величины, резать следует острым. Ножом по металлической линейке нарезанные дощечки, еще сыроватые, закладываются по одной между стеклами и оставляются под прессом на несколько суток для просушки можно переложить. Каждую из них гладкой чистой бумагой вполне высушенные дощечки шлифуются наждачной бумагой с обеих сторон. Если нет рамы, холст можно загрунтовать. Прикрепив его кнопками к гладкой доске или фанере, в этом случае под холст надо подкладывать чистую бумагу и грунтуя, оставлять холст нетронутым на 2-3 см со всех четырех сторон. Для удобства его переворачивания кнопки следует ставить не только на углах, но по всем сторонам. На расстоянии 4-5 см одну от другой переворачивать холст надо, пока он не приклеился к бумаге, вместе с ним переворачивают или заменяют другой и бумагу. На которую через пары холста проходит и клей, и левказ, неудобство этого метода заключается в том, что каждый раз приходится снимать и снова ставить кнопки во всем остальном работа идет по вышеописанному способу, напрашивается вопрос, где и когда возникла такая практика грунтовки доски для иконы. Известно, что еще за 4000 лет до Рождества Христова древние египтяне, своеобразно понимая вечность, старались обеспечить своим умершим, прежде всего, сохранение тела, без которого, по их верованиям, не могла жить душа на бальзамированное тело умершего помещали в деревянный саркофаг, повторяющий основные формы тела, обклеивали его материей, грунтовали и расписывали на саркофаге темперными красками лик отошедшего в христианская церковь приняла эту веками проверенную технику для иконы глубокое уважение к священной высоте. Иконописного образа требовала и надежной основы на древних иконах вся лицевая сторона доски проклеивалась и закрывалась паволокой. В 16 веке некоторые мастера начали применять так называемую частичную паволоку, заклеивали материи только опасные места, наиболее подверженные растрескиванию. По торцам досок, по сердцевине, в местах соединения досок или в местах сучков и вставок. К концу 17 и в 18 веке грунт стали класть прямо на доску грунт в своем составе изменился, так как темпера начала вытесняться масляной краской, в него стали добавлять растительное масло или оливы иногда, как исключение. В 18 веке приготовляли левкас на яичном желтке с клеем и большим количеством масла под такой грунт доска, конечно, или проклеивалась, или проалифливалась, чтобы древесина не впитывала в себя клей из грунта. В 19 веке некоторые иконописцы добавляли в грунт белило сельские иконописные артели позднего времени. Упрощали процессы иконописного дела, поэтому среди их продукции очень часто встречаются доски, на которых под грунтом опасные места или вся поверхность заклеены бумагой. Рисунок прорезь подлинники золочения красочный слой, рисунок когда поверхность левкаса готова. Приступают к нанесению рисунка под руками должны быть следующие материалы калька и листы чистой пищи бумаги, на которые будет переводиться рисунок линейка, употребляющаяся для проведения прямых линий, не гнущаяся. Сделанное из твердого дерева снизу к ней можно подклеить с обоих концов суконные возвышения. Чтобы при пользовании ее можно было класть непосредственно на икону, не опасаясь повредить незакрепленные краски кисти в иконописи употребляются беличьи или колонковые кисти, круглые, конической формы, разных размеров кисть должна иметь острый конец в один-два волоска подрезанные или поломанные волоски для работы. Не годятся игла в целях сохранения рисунка, который потом весь закрывается краской. Иногда наносится «графья», то есть тонкая царапина по контуру или в тех местах, где предполагается темный цвет, плотно закрывающий линии рисунка. Графья наносится швейной иглой крупного размера, остро заточенной и воткнутой в небольшое древко рукоятку. Приготовить этот инструмент легко и доступно каждому. Надо подыскать палочку немного толще карандаша, подстругать и подровнять её, затем в торец забить иглу ушком внутрь, оставив снаружи её острый конец длиной в полтора-два сантиметра. Сусло-чесночный сок-мёд, чтобы снять рисунок с иконой оригинала. Сухой пигмент чёрной или коричневой краски сженой кости или умбры затирают в небольшой чашке на сусле, чесночном соке или на меду. Для этого заблаговременно приготовляются сусло, чесночный сок и мёд. Сусло приготовляется из чёрного или светлого пива следующим образом. Бутылка 0,5 литра пива выливается в эмалированную кружку и ставится как и клей на водяную баню, где постепенно выпаривается. Через несколько часов, 5-6, пиво сильно загустевает, получается искомое сусло, которое в виде густой, тягучей массы переливается в одну или две небольшие баночки и затвердевает при высыхании перед работой. Подсохшие сусла натирают пальцем, смоченным в воде, кладут на блюдце в нужном количестве и отсюда, разбавляя при надобности водой, берут кисточкой и прописывают различные детали иконы под позолоту. Точно так же, растворяя сусло сколько требуется, растирают на нём пигмент чёрной или коричневой краски для снятия рисунка. Чесночный сок приготовляется следующим образом. Берётся луковка чеснока, лучше пролежавшая зиму, так как у свежесобранного чеснока сок бывает слишком жидкий. Водянистый каждая долька головки очищается от шелухи и натирается на мелкой тёрке на марлю. Сложенную вдвое и лежащую на блюдце марлю с содержимым отжимают в баночку с широким отверстием. Отжатый сок закрывают от пыли марлей или тряпочкой и дают ему подсохнуть далее при необходимости он также. Растворяется и идёт в дело, как и сусло не сусло. Нечесночный сок нельзя плотно закрывать в пузырьках при таком хранении и то и другое быстро загнивает и плесневеет. Подсушенные же в открытых баночках как сусло, так и чеснок не портятся годами старые мастера, хорошо знавшие свойства материалов, с которыми имели дело, чесночному соку всегда предпочитали сусло. При переводе рисунка с иконы сусло и чеснок с успехом могут быть заменены мёдом, на котором также может быть натерт красочный пигмент, но мёд для этого должен быть жидким. Незасахарившимся яйцо для приготовления яичной эмульсии на яичной эмульсии готовят краски натуральной темперы. И ей уже во время работы разводятся краски как натуральной, так и искусственной темперы. Яичная эмульсия приготовляется следующим образом. Берётся свежее куриное яйцо, разбивается с тупого конца настолько, чтобы в отверстие скорлупы мог пройти желток в неразорванном виде белок выливается. А желток осторожно освобождается из плёнки и помещается, например, в стакан пустая скорлупа очищается от остатков белка и как мерка для разбавителя заполняется на две трети. Обыкновенным кислым хлебным квасом, который выливается в стакан с желтком, содержимое надо не спеша размешивать кистью. Не доводя до пены, до тех пор, пока желток не растворится весь за неимением кваса, желток может быть разбавлен столовым уксусом пополам с водой или просто холодной водой по той же мерке краски, вапы или шары. Употребляемые в иконописи, они могут быть или сухие в порошках, или искусственные. Готовые специально под сахаренный квас не годится. Старое название красок натуральная темпера «сухие пигменты» растираются, или, как принято говорить, творятся, в деревянных ложках, у которых обрезаются предварительно черенки различные пластмассовые или фарфоровые чашки для этого не годятся. Их слишком гладкие стенки не позволяют хорошо растереть порошок краски, тогда как шероховатая поверхность деревянной ложки способствует измельчению порошка при этом для каждой краски. Должна быть своя ложка творятся краски следующим образом в ложку. Насыпается сухой пигмент в количестве не более половины чайной ложки. Разбавляется желтковой эмульсией приблизительно 0,5 чайной ложки и растирается пальцем растирать. Следует не так, чтобы только размешивать краску кончиком пальца на дне ложки. Необходимо тщательно тереть порошок костенки ложки двумя суставами указательного пальца краска растирается лучше, если яичную эмульсию добавлять понемногу. В приготовленной краске не должно прощупываться ни мельчайшей крупинки пигмента. Она не должна расслаиваться на эмульсию и порошок, а представлять из себя как бы новое, неделимое вещество. Поэтому истории этому процессу присвоен термин «творение». Красок по консистенции готовая краска похожа на негустую сметану, но не все краски возможно хорошо приготовить. Описанным способом, если охры по мягкости этого пигмента удается растереть пальцем, то большинство других красок приходится растирать на плитках курантом, к ним относятся белила, сиены, умбры, кабальты. Кадмии для творения этих красок пользуются кафельными плитками лучше с матовой поверхностью и так называемыми притертыми стеклянными пробками, круглыми и с ровной лучше матовой поверхностью головки. На плитку насыпается порошок, разбавляется несколькими каплями желтка и растирается пробку надо водить в круговую, слегка приподнимая край, находящийся у большого пальца, чтобы не присасывало при необходимости добавляется понемногу эмульсия. Чем меньше будет на плитке порошка, тем легче и быстрее можно приготовить краску. Готовая краска собирается с плитки лезвием или мастихином и складывается на дно ложек для перетирания белил должна быть особая плитка и пробка. Чтобы их белизна не загрязнялась другой краской все остальные краски можно готовить на одной плитке и одной пробкой, лишь хорошо промыв их перед творением следующей краски. Красками лучше пользоваться на другой день за сутки, они становятся крепче, в них происходит своего рода брожение, их вяжущая сила, способность сцепления с грунтом и прочность повышаются, если есть возможность выдержать краску до следующего дня. Ее заливают в ложки холодной водой так, чтобы только прикрыть поверхность краски и этим предохранить ее от высыхания хорошо приготовленное. Достаточной густоты краска с водой не смешивается на следующий день, перед работой воду сливают, добавляют 3-4 капли желтка, растирают слегка пальцем и пишут, густота краски должна быть такой. Чтобы ее можно было легко брать кистью, яичная натуральная темпера годна для работы в течение 3-4 суток, после чего она начинает быстро разлагаться, теряет силу цвета и не сцепляется с грунтом хранить краски. Конечно, следует в прохладном месте, не давая, однако, им замерзать подмершие краски так же, как подмороженное яйцо, не годятся для работы количества красок лучше всего ограничить самыми необходимыми. Белила охры, светлая и красная за неимением заменяется жженой сиеной сиены, натуральная и сженая умбрыжженая, кобальт синий и зумрудная зеленая кадмии, желтый светлый, оранжевый, красный светлый, красный темный, пурпурный, черная сженая кость или слоновая кость многоцветность в русских иконах. Особенно в период высшего расцвета иконописания в 15 веке была результатом смешения основных красок. Следовательно, и большого умения, тонкого чувства и понимания их русские краски местного происхождения, минеральные охры, умбры и другие приготовлялись самими мастерами по рецептам толковых подлинников, изготавливались и искусственные. Краски минеральные краски белила, органические растительные шафран, крушина, органические животные щучья желчь. Лучшие краски привозились из Европы, венецианская бакан-малиновая, голубец, желчь, Ярий Киноварь, немецкие белила, вохра, празелень, червлинь и другие берлинская лазурь, жижель. Багоры России известны краски, вохра, слезуха, вохра калужская, вохра греческая, червлинь псковская, белила московские и кашинские, бакан-ржевский кроме основных цветов, иконопись традиционно хранит четыре названия смешанных тонов. Санкиртон, употребляемый для ликов и тела вообще как основной тон состоит из охры светлой, охры красной или сиены с женой и изумрудной зелени, санкиртон должен быть смешан так, чтобы в готовом виде это была самостоятельная краска, в которой не должны проглядывать отдельные краски, он делается или в красноту, или в зелень, если общий тон иконы холодный, санкиртон готовит в красноту. И наоборот, ревт состоит из черной, охры и белил серый тон разной светлоты. Дичь кадмий красный, сиена жжёная, кобальт синий, охра и белила сиреневый тон различных оттенков, багор кадмий красный, сиена жжёная, белила, красный тон различных оттенков, натуральная желтковая темпера самая надёжная в отношении прочности краска. Краски, приготовленные на желтковой эмульсии, особенно краски земляные и натуральные, с годами и веками не выгорают, а лишь крепнут. Кроме натуральной темперы, в настоящее время существуют темперы искусственные, приготовляемые заводами на синтетических основах темпера поливинилоцетатная пастозная, высокодисперсная поливинилоцетатная темпера имеет связующим пигментом вещество, состоящие из водорастворимой эмульсии синтетической поливинилоцетатной смолы эти краски применяются в станковой и монументальной живописи. В работах оформительского характера, а также и в иконописи с применением яичной эмульсии в качестве разбавителя преимущества этих красок перед. Казеиново-масляной темперой заключаются в том, что плёнка таких красок более эластична, значительно прочнее и не имеет склонности к пожелтению белила этих красок под слоем олив и не пропадают. Светоустойчивость в целом высокая. Поливинилоцетатная темпера совершенно несовместима с казеиново-масляной темперой, так как вторая обладает щелочной реакцией, а первая кислой, и если обе смешать, то произойдет створаживание краски на этой основе сохнут быстрее казеиново-масляной темперы, быстро образуют неразмываемые водой плёнки, ввиду этого не следует выдавливать на палитру излишнее количество красок. А во время работы целесообразно поддерживать их влажность лёгким смачиванием водой кисти в процессе работы. Следует держать в воде на плоском блюдечке, а по окончании работы их следует тщательно промыть с мылом. Подсохшую краску можно снять или спиртом, или горячей водой. Размягчающей и растворяющей эти краски с палитры краски также легко смываются горячей водой некоторые краски. Этой темперы высыхая, несколько меняются в оттенках, слегка светлеет кость жжёная, значительно светлеют кобальт синий и охра красная, слегка темнеют кадми жёлтый и красный, охра светлая и сиена жжёная. Линия сухая, однообразная, везде тонкая, как проволока, не есть достижения, она должна идти свободно, сочно, живописно, но в ней не должно быть беспорядка, небрежности, каждая должна быть оправдана строгой. Продуманный необходимостью с точки зрения композиции рисунок должен быть правильно размещен на плоскости. Без перекосов и смещений прекрасные образцы всех этих достоинств рисунка дают древние иконы лучших мастеров. Хороший рисунок сразу не даётся. Он достигается постепенно, незаметно, сразмерно со старанием. Терпением и настойчивостью человека необходимо постоянной практикой вырабатывать в себе твёрдость руки, остроту глаза выполни поставленную перед собой задачу, будет ли она самая простая или сложная. Со всей старательностью и умением, каким ты обладаешь сегодня, тогда завтра ты сделаешь лучше. Способы нанесения рисунка на левказ разнообразны. Раньше рисунок знаменил мастер, делая сначала лёгкие набросы к углем, а затем детально прорисовывая его на доске кистью чёрной краской талантливые иконописцы сразу наносили. Рисунок кистью на доску. Настолько велики были у них знания своего дела и опыт ученики пользовались в этом деле так называемыми переводами или прорисями. Начинающим заниматься иконописью в современных условиях, даже и владеющим рисунком, не следует самоуверенно полагаться на свои силы и знания, так как рисунок иконы очень своеобразен необходимо, хотя бы первое время, пользоваться переводами, то есть приёмами, широко применявшимися в прежних иконописных мастерских, основанными на вековом опыте и дающими положительные результаты и впоследствии. Когда кто-то перейдёт к снятию рисунка на глаз, необходимо, чтобы такой рисунок был проверен более опытным иконописцем. Рисунок прорезь подлинники золочения красочный слой, прорезь и снятия прорези или перевода. Заключается в следующем надо выбрать несложную старую икону небольшого размера, вполне ясную, легко читаемую и в рисунке, и в живописи приготовленная доска должна подходить к ней по размеру, поэтому целесообразнее сперва выбрать икону, а тогда уже готовить доску, затем сухой пигмент чёрной краски сженой кости. Сажи хорошо растереть пальцем на чесночном соке или на меду в деревянной ложке после этого желтком, приготовленным сквасом, протирают всю поверхность старой иконы, когда желток просохнет. Приготовленной краской прописывают все контуры и линии иконы, краска ложиться не будет. Если икона желтком не протерта, кисточка должна быть среднего или малого размера, и, работая ею, следует соблюдать толщину линий оригинала, когда рисунок просохнет. Берут чистый лист белой бумаги, на икону, придувают, согревают дыханием, что вызывает у нанесённого рисунка способность липнуть, прикрывают бумагой, ещё несколько придувают под бумагу и прижимают её к иконе, притирая сверху ладонью. На листе отпечатывается прописанный контур в обратную сторону, это и будет перевод от слова перевести, или прорезь, от слова прорисовать перевод удаётся лучше, если связующего мёда, чеснока, сусло будет взято несколько больше, чем краски, то есть если краска будет составлена жиже и растёрта без малейших крупинок после снятия прорези икону образец. Надо протереть раза два-три увлажнённой ватой или губкой. Чтобы снять желток и красочный контур, имея в руках снятую прорезь, необходимо перевести её на кальку, прописав опять той же краской прорезь на кальке, готовую к переводу, аккуратно накладывают на доску, придувают под кальку и осторожно прижимают, следя за тем, чтобы не было перекосов, когда рисунок отпечатался на левкосе, прорезь снимают этот способ перевода называется переводом на отлип. Очень распространён в иконописных мастерских был другой способ, заключается он в следующем, карандашную кальку, снятую с прорези, кладут на два-три листка белой бумаги, под которую подкладывают мягкую ровную плоскость по контуру рисунка, делают частые мелкие проколы. Затем кальку закрепляют на готовой доске и тампоном из вдвое сложенной марли с порошком чёрной краски пристукивают. Всю поверхность порошок просеивается через отверстие проколов, оставляя на левкосе пунктирный след рисунка, после этого тушью или чёрной краской при помощи кисти прорисовывают. Все линии, намеченные точками порошка, такой способ называется переводом на припорх. Снять рисунок с иконы можно сразу на кальку на просвет, прозрачность кальки предварительно можно увеличить, промаслив её с обеих сторон олифой или растительным маслом и хорошо просушив. Но при таком методе отдельные места останутся неясными на промасленной кальке, карандаш ложится свободно. Но, чтобы краска легла на такую кальку, её нужно протереть или срезанной долькой чеснока. Или слегка резинкой переводить рисунок с такой кальки можно или на отлип, прописав её с обратной стороны, или через копировальную бумагу твёрдым карандашом, предварительно закрепив правильно наложенную кальку кнопками по продольным обрезам доски во избежание перекосов. Копировальную бумагу можно изготовить самостоятельно, ровно зачернив лист кальки мягким или угольным карандашом можно воспользоваться чёрной копировальной бумагой. Фабричного производства, но ни в коем случае нельзя употреблять фиолетовую и синюю бумагу ввиду способности химической краски. Расплываться при соприкосновении с водой, переведённой через копирку рисунок, следует сверить с оригиналом. Выправить сначала карандашом, убрать лишнюю черноту и ошибочные линии и прописать тушью. Ошибки и загрязнения нельзя убирать сливка со резинкой. Она размазывает карандаш, обычно то и другое снимают порошком расторты сухой пемзы при помощи пальца иногда. Это удается сделать чернильной резинкой кальки переведенных икон, следует хранить, как они хранились и в древнее время. Из них впоследствии составится собрание переводов, очень ценный и необходимый в работе материал. Прописать рисунок на доске не краской, а тушью выгоднее в том отношении, что если в следующем этапе работы придётся чистить ошибочно взятый красочный слой, то рисунок тушью уцелеет, а сделанный краской чистится при всех описанных способах переводов в тех местах, где должны лечь тёмные тона. В целях сохранения линии можно навести графью, то есть сделать прорезь иглой графья не должна быть глубоко врезанной в левказ, это говорит о неопытности мастера. Если же случится слишком глубоко взять иглой, царапину надо залить желтком с краской на древних иконах, графья часто отсутствует или наблюдается только по нимбам и линиям, граничащим с золотым фоном. Так как красочный контур теряется под плотным слоем золота, иногда графили контуры крупных красочных плоскостей. Конца 15 века графья встречается чаще, иногда как рисунок всего изображения в 16 веке. Ещё чаще в 17 веке графья присутствуют почти повсеместно в очень развитом виде на древних византийских. Иконах графья отсутствует совершенно на итальянских и италокритских иконах графья заметны почти всегда. Подлинники для всякого иконописца важен вопрос, как писать изображение того или другого святого. Вопрос этот разрешает так называемый лицевой подлинник-подлинник. Образчик, персональник, название книги, правил изображения святых для иконописца в книге приводятся рисунки с характерными. Для каждого святого чертами и внешним видом сообщаются также кратко цвета одежд существует Строгановский подлинник. Большаковский, Сийский, Гурьяновский и другие, но не все изображения, имеющиеся в подлинниках, можно повторять буквально, некоторые дают только схему, которая требует внимательной проработки к таковым относится, например, Строгановский и Большаковский подлинники Строгановские относятся к концу 16-началу 17 веков. Подлинник издания Большакова представляет собой позднейший список со Строгановского и дает изображение еще схематичнее, чем его оригинал, но он имеет некоторое преимущество перед Строгановским, а именно. В первой половине этой книги помещены описания каждого святого, тогда как в Строгановском имеются указания только вверху над ликами и в таком сокращении, что многие вышедшие теперь из употребления термины почти нечитаемы тот и другой подлинники в основном, помещают единоличные изображения святых. В календарном порядке сейский же и гурьяновские подлинники дают различные и точные переводы икон разного времени, иногда даже повторяя пробелы и характерную для конца 17 века разделку одежд с золотом. Но, обращаясь за справками к подлинникам, надо учитывать, что некоторые изображения помещены в негативе, другие, наоборот, в позитиве, то есть одни прямо, другие с оборотной стороны святые, например, благословляют левыми руками, что также требует внимания при работе образцом могут служить и лицевые святцы, из которых некоторые даже имеют в начале книги описания святых гурьяновские лицевые святцы. Единоверческого монастыря подлинники пользуются авторитетом. И сомневаться в точном подобии изображений святых не приходится в их основе лежат данные священного писания и предания. Некоторые лики писались при жизни святых потихоньку, а тай – незаметно для святого, так как строгие подвижники и благочестивые люди в старину писать с себя портреты, по смирению своему, считали делом далеко не благочестивым образ преподобного Ефросина Псковского. Например, «Бе при животе» его написан в монастыре «Отай святого» от некоего Игнатия, некоторые написаны по памяти, после смерти святого. Полезно познакомиться и с происхождением иконописного подлинника, в России история подлинника неразрывно связана. С историей православных храмов, как храмы с принятием Христовой веры, начало этой книги восходит к Византии. Откуда прибыли художники расписывать Киево-Печерский храм в XI веке, они и ввели в употребление книгу «Подлинник», которая время от времени менялась в связи с прибавлением новых святых византийский лицевой подлинник известенц. Экс века он был распространен по приказу императора. Василия. В недавнее время открыты греческие списки подлинника в Афонской библиотеке, некоторые из них были изданы на французском языке, все они были составлены не ранее XV века, русский подлинник не принадлежит к Афонской редакции, текст дан в переводе, изображение же в позднейших копиях. Развитие подлинника шло под наблюдением духовной власти. Охранявший церковные предания русский иконописец учился у мастера грека и передавал свои познания в записанном и зарисованном виде ближайшим помощникам и преемникам, те своим ученикам в первые времена русский иконописный подлинник имел довольно обширный объем и отвечал на все. Вопросы своего предназначения он состоял из трех книг «Лицевой подлинник» изображения святых правила. Иконописание – те же правила, относящиеся к стенописи, с привнесением в месяцы слов имен новых российских святых росло и содержание подлинника более полным он стал при. Митрополите Московском Макарии в 1547 и 1549 годах были созваны соборы, на которых канонизированы русские святые, подвязавшиеся до середины 16 века, поэтому списки русских иконописных подлинников несколько расходятся друг с другом в численности имен святых. Стоглавый собор 1551 года не упоминает о подлиннике, а ссылается на работы преподобного Андрея Рублева, так как подлинники в то время были достоянием весьма ограниченного круга иконников и знатоков в постановлении. Соборы читаем, писать и живописцам иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие живописцы. В большинстве случаев мастера руководствовались рукописными списками и иконными святцами рукописные списки, срисовывались тушью или красками. Вверху писался текст с самой краткой редакции. Иконные святцы не имели текста в 17 столетии, по свидетельству одного документа того времени. В Москве и других городах, в Слободах и в селах и в деревнях объявились многие неискусные иконописцы и от неискусства воображения святых икон пишут, не против древних переводов, и тому их неискусному писанию многие последуют и у них учатся. Не рассуждая о воображении святых икон. У прежних же художников, искусных и имеющих у себя переводы, учения не приемлят и ходят по своим их волям. Яко же обычай безумным и в разуме неискусным, далее говорится, что поселяне некоего села халуй. Неразумея божественного писания, дерзают и пишут святые иконы безо всякого рассуждения и страха, их же честь святых икон по божественному писанию на первообразное восходит о те поселяне от своего неразумия. То воображение святых икон пишут с небрежением, далее составлен указ от лица великого. Государя и святейшего патриарха, в Москве и в оградах воображение святых икон писать с самым искусным иконописцем, которые имеют у себя древние переводы, и то со свидетельством выборных иконописцев, чтобы никто неискусен иконного воображения не писал, а для свидетельства на Москве и в оградах выбрать искусных иконописцев, которым то дело гораздо в обычае и имеют у себя древние переводы, а которые неискусны иконного художества, тем воображение святых икон не писать. Также на Москве и в оградах учинить заказ крепкий, который и всяких чинов люди сидят в лавках, и те бы люди у иконописцев святые иконы принимали до брага мастерства со свидетельством, а без свидетельства отнюдь не принимать, жителям же села халуй, впредь воображение святых икон не писать. Этот документ говорит о том, что начинавшиеся еще в 16 столетие тяготения к реализму созревало и умы русского общества разделились. На два течения старорусское предание столкнулось с сильным умственным течением. Проникшим в Россию с Запада, через Украину, Польшу и Литву оно поддерживалось появлением из-под печатного станка южно-западно-русских типографий разных икон и брошюр, содержащих в себе латинские и протестантские понятия в обществе рождались споры об опресноках, о времени присуществления святых даров и многом другие. Эти веяния сказались и в области церковной живописи, которая начала перенимать понемногу манеру западных живописцев с их реализмом, не говоря уже о сюжетах, которыми до того времени пренебрегала и которые отвергала. И если с реалистическими тенденциями ведущих мастеров церковь в какой-то мире мирилась, то с подобными стремлениями иконописцев-ремесленников, распространявших неумелые образцы. Она вела упорную борьбу, повелеваем быть над иконописцами искусному художнику и доброму человеку из духовного чина в старостах, то есть начальником и дозорщиком, да не поругаются, не посмеются невежды иконам Христа и Богоматери и угодников его, худым и нелепым письмом пишущи, и да пристанет всякое суемудрие и непроведное, и же об икоше всяк собою писать и без свидетельства. Деяние собора 1667 граммов к тому времени появилась достаточно дешевая бумага, что способствовало распространению прорезей и подлинников, которых церковь и рекомендовала придерживаться. Золочение, если некоторые части иконы, фон, нимбы, оплечи, поручи и другие детали предполагается позолотить, то это необходимо выполнить до нанесения красочного слоя по порядку работы сначала будет сказано о способе. Золочение для золочения необходимы специальные материалы, лак и масляный лак ПФ, 283 масляный морданный лак бывает фабричного производства или варится самими специалистами. По золочиками перед масляным лаком 4 сон имеет некоторые преимущества, сохраняет способность брать золотов. Течение 12 часов дает более блестящую золочению поверхность. Шилачный лак так как грунт готовой доски по своей пористости способен сильно впитывать масляный лак, не оставляя на поверхности левкаса нужной клеящей пленки. Поверхность левкаса предварительно закрепляется в местах, подлежащих золочению, шилачным спиртовым быстросохнущим лаком. Перед употреблением его необходимо взбалтывать, так как частички шилака оседают на дно для позолотой фонов, нимбов и других деталей иконы требуется так называемое сусальное золото, желтое или червонное. Существует еще зеленое золото с холодноватым оттенком в данном случае оно не годится, зеленое золото стали применять. Когда вошло в употребление так называемое «творенное золото» в 17, им расписывали разноцветные драпировки, прокладывая по холодным колерам зеленое золото, по теплым желтое. На крупные детали икон, например на фон, листы золота накладываются прямо с книжки для золочения мелких деталей лист золота предварительно. Выкладывается на специальную замшевую подушку, на которой он разряжается острым ножом на куски нужной величины, а отсюда каждый кусок переносится при помощи лапки на нужное место подушку приготовить нетрудно. Берется кусок фанеры или тонкая ровная дощечка прямоугольной формы 15х20 см можно. Немного меньше или больше по размеру дощечки подбирается кусок меха, лучше замши, который и прибивается мелкими гвоздями с трех сторон к обрезам дощечки мездрой кверху открытой оставляется одна. Из больших сторон через нее ножом, по возможности равномерно, до отказа засовывается вата, после чего забивается гвоздями и эта сторона для разрезания золота существуют специальные ножи, у которых длинная режущая часть заточена с обеих сторон. За неимением такого ножа можно пользоваться скальпелем при разрезании золота нож следует держать не перпендикулярно к поверхности подушки, а наклонно, по диагонали, что предохраняет замшу подушки от разрезов кусочки разрезанного золота берутся с подушки лапкой. Для изготовления такой лапки пользуются мехом, у которого волос более или менее упругий и длинный 4-5 см обычно употребляется кончик хвоста белки волос меха расправляется веером. И в центре наклеивается кусочек картона иногда, для удобства, к лапке приделывается рукоятка. Для золочения необходимо сливочное или топленое масло сухой волос лапки не возьмет золото. Оно прилипает к маслянистым поверхностям перед работой лапкой слегка смазывают сливочным маслом вверх кисти. Левой руки, держа лапку правой рукой, время от времени легко проводят ею по маслянистой кисти левой руки, сообщая этим волоскам лапки способность прихватывать золото и переносить его на нужное место руки при этой. Работе должны быть совершенно чистыми за неимением лапки некоторые рекомендуют. Пользоваться таким же образом кусочком упругой бумаги. Натертый парафином, если золото кладется на масляный лак ПФ-283, приглаживать его ватой нельзя, так как лак через мельчайшие пары золота просачивается и может захватывать ворсинки ваты, в этом случае золото. Следует только прижимать чистыми пальцами, если золочение идет по мордану, золото можно приглаживать кусочком ваты. Творенное золото, нанесенное на живопись поверх красок, следует шлифовать без этого, оно не имеет свойственного золоту блеска для шлифования, существуют так называемые. Зубки различной формы, которые представляют собой гладко отшлифованные кусочки агата, приделанные к рукояткам шлифуя золото зубком, нужно избегать по возможности прикосновения к красочному слою, чтобы его не повредить за неимением такого зубка, пользуются зубом-клыком какого-нибудь животного лучше других. Волчий зуб все участки. Иконы. Подлежащие золочению, можно вначале пройти взбитым белком куриного яйца для закрепления грунта белок наносят мягкой кисточкой и хорошо просушивают, затем все эти участки слегка смазывают шелачным лаком, если лак налить густо, он расплывается и, быстро застывая, образует по своим границам нежелательные возвышения. Быстросохнущий лак не всегда удается проложить ровно. Поэтому после полной просушки лака обрабатываемую поверхность необходимо сгладить, то есть подчистить скальпелем случайные неровности, затем упругой кисточкой лучше лопаточкой на подготовленные. Участки левка с тонким слоем наносится масляный лак для ровности, где возможно. Его можно загладить пальцем кисточку и руки по окончании работы надо протереть подсолнечным или льняным маслом и вымыть водой с мылом через несколько минут лак перестает маслиться. И тогда, на последних стадиях его просыхания, надо приступать к золочению. Если лак очень свеж и отлип велик, золото может утопнуть и потерять блеск, если лак пересох, золото не будет прочно держаться и даже не будет приставать, придется наносить новый слой лака. Когда площадь золочения большая и желательно, чтобы отлип держался дольше, в лак можно добавить несколько капель олив и морданный лак в этом отношении удобнее. Его готовность испытывается кусочком ваты в каком-нибудь незаметном месте. Если лак не забирает ворсинок ваты при легком к нему прикосновении, он готов и его способность брать золото после этого сохраняется до 10-12 часов, что является большим удобством для позолочек. Кроме этого, во время работы золота можно приглаживать ватой золота, положенное на масляные лаки. Не шлифуется, шлифуется золото. Положенное на так называемый полимент, полимент французское слово, образованное от глагола полировать. Площить золочение на полимент работа очень трудоемкая. Требующая навыка отполированная поверхность этого золота приобретает чрезвычайный блеск, чем сильно отличается от золота, положенного на масляные лаки, имеющего известную матовость на иконах, имеющих по золоту на полимент. В местах потертостей всегда можно видеть красную подкладку полимента. Время внесло в эту технику много украшений. Фоны и поле получили чеканку. Рисунок чеканки на полях стал раскрашиваться под эмаль. В позднейшей практике иногда прибегали к золочению, сырью, цировкой. От немецкого слова украшать этот прием заключается в следующем перед наложением красок или вся доска, или те детали иконы, где предполагается золотой узор, покрываются листовым золотом или на полимент. Или на лаке после просушки золота следует еще покрыть лаком и просушить, чтобы краска не соскальзывала. В изолоченная поверхность должна быть протерта срезанной долькой чеснока, затем наносится рисунок. Накладываются краски, пишутся лики, а в местах, где должен быть узор, краска процарапывается до золота. Так и получается нужный узор. Такая работа называется «писать золотом в проскрепку». Ремесленники вместо золота пользовались также алюминием или фольгой. Белые листы фольги также, как и золото, накладывались на левкас и покрывались прозрачным желтым лаком, который придавал поверхности вид позолоты. Красочный слой после нанесения на грунт прорези, золочение нимбов или фонопроцесс написания иконы разделяется на несколько последовательных этапов. Раскрытие иконы, закладка основных тонов, роспись, пробелы, высветление одежд, зданий, гора кохрения, высветление ликов и волос с последующей их обработкой подрумянкой, притенениями нанесения асиста, когда рисунок готов, икона. Как говорят иконописцы, раскрывается «раскрыть икону» значит, заложить основные тона при решении этой задачи необходимо помнить, что каждая икона имеет свой особый целостный колорит, который следует беречь, поэтому не рекомендуется брать с цвета или произвольно, или с цветных репродукций. Это не рекомендуется особенно начинающим знакомиться с иконописью лучше иметь под рукой, хотя и небольшой художественной ценности, подлинную икону и с нее копировать. Начинать надо с простых изображений, например, отдельных святых, и переходить к более сложным раскрываются сначала основные тона, то есть те, которые наносятся прямо на левказ и лежат в основе последующей работы высветлений и притенений. На иконах можно наблюдать тона, наложенные и густоравномерно достигаются нанесением краски в 2-3 слоя, и легко, наливом, то есть жидко или даже прозрачно, водка. Часто и не вполне равномерно лучше всего покрыть один раз, но в силу, чтобы левказ слегка просвечивал некоторая неравномерность, создает эффект вибрации тона и придает живописи. Особую жизненность и легкость работы, выполненная в густых непроницаемых тонах, выглядит тяжелой, и этого следует избегать, но, пользуясь жидкой краской, надо соблюдать осторожность, так как большое количество жидкой краски сохнет медленно и левказ может закипеть. То есть подняться и начать пузыриться, что трудно поправить. Наносят краску следующим образом. Кистью, которой нанесена жидкая краска на левказ, следует легкими движениями разровнять краску в разные стороны, но так, чтобы волос кисти не трогал левказа, и пока положенная краска еще свежа, надо постоянно добавлять готовый тон, так как жидкая краска, добавленная к просохшей, создает нежелательный рубец, однако как бы искусно не был проложен основной тон. После полного высыхания на нем могут обнаружиться такие неровности, которые требуют поправок, поэтому каждый тон надо составлять с учетом последующих поправок, чтобы по высыхании проложенного тона им же полусухо пройти кисточкой самые светлые места и раз, и два, и три, но это выравнивание возможно только после полной просушки раскрытой поверхности, и делать его надо так, чтобы кисточка не оставляла клякс. Чтобы краска ложилась ровнее, некоторые прибегают к разным способам, например, раскроют все тона, а потом, по просушке, счистят ножом и снова кроют теми же тонами по щищенному левкасу краска ложится ровно и без подтеков или прокроют весь. Левкас с яйцом и остатки яичной эмульсии, по просушке, тоже счистят у иконописцев-профессионалов такие приемы называются дилетантскими начинать с закладку тонов лучше с тех, которые на иконе занимают большую площадь по сравнению с другими во всяком случае из «даличного», то есть с того, что пишется до ликов после раскрытия всех тонов общий колорит иконы должен подсказать, каков должен быть в основном и тон ликов, если общий колорит изображения решен в холодных тонах, то основной тон ликов должен быть теплым, и наоборот при нанесении тонов следует закрывать и черные линии прорези. Если икона имеет позолоченный нимп или фон, то обычно золото попадает на близлежащие площади, нарушая ровность контуров, а краска на металл не ложится, в таком случае следует слегка протереть срезанной долькой чеснока все стыки позолоченной поверхности с контурами, и тогда можно не опасаться, что краска сбежит с золота, точно так же надо поступать в том случае, если по золоту необходимо провести линии нимбов или сделать надпись «Взять правильно тон», который мы видим в оригинале, не так просто, особенно на первых этапах работы трудность заключается в том, что искомый тон в оригинале находится в окружении других тонов, которые сильно на него влияют, а на новой доске – чистый белый грунт, своей белизной значительно утемняющий тон, чтобы не впасть сразу в грубые ошибки при составлении того или иного тона. Поступают следующим образом, заготовляют два небольших квадратика черной бумаги по 2-3 см. В середине каждого квадратика вырезают глазок, небольшой ромбик отверстия в 2-3 см составляют тон и на бумаге делают им выкраску, подсушивают ее, кладут глазок. На выкраску и на тот же тон в оригинале черное поле глазков создает одинаковое окружение для обоих тонов, изолируя их от разной цветовой среды, искажающий по-своему их подлинный цвет. Здесь без труда можно определить, насколько составленный тон близок к оригиналу и что требуется в него добавить. Если он ошибочен, так всегда поступают. При снятии точной копии. В середине каждого квадратика вырезают глазок, небольшой ромбик отверстия в 2-3 см составляют тон и на бумаге делают им выкраску, подсушивают ее, кладут глазок. На выкраску и на тот же тон в оригинале черное поле глазков создает одинаковое окружение для обоих тонов, изолируя их от разной цветовой среды, искажающий по-своему их подлинный цвет. Здесь без труда можно определить, насколько составленный тон близок к оригиналу и что требуется в него добавить. Если он ошибочен, так всегда поступают. При снятии точной копии. Проверенный тон уже без опасений можно закладывать на новой доске, хотя на ней он покажется неверным после того, как икона раскрыта. По едва просвечивающейся под тоном прорези прописываются все лики и контуры рисунка. Этот процесс в иконописи носит название, росписи, если икона, а главное, то есть на ней есть один или одни лики и совсем немного изображены плечи, то роспись надо начинать с ликов, если икона, поясная, святой изображен до пояса или какая-то другая. Роспись делается прежде по-доличному, цвет росписи бывает или в том же тоне, что и основной, лишь немного темнее, или другой, например. По санкире зеленоватого оттенка роспись дается с женой сиеной с умброй или с женой умброй при росписи контуров. Складок одежд необходимо обращать особое внимание на их живописность и не впадать в сухость и однообразие линий. Кисть при этом держится перпендикулярно к поверхности, на которой работают линии бровей, волос. Глаз сперва ведутся тонко, едва заметно, потом утолщаются, в середине линии делается нажим, который затем постепенно снимается в конце линии, такая же незаметно тонкая, какая была в начале линия носа прогибается дважды и своевременно утолщается и утончается соответствующим. Нажатием кисти брови проводится двумя-тремя параллельными линиями, большей частью черной краской. Уменьшающимися по толщине в стороны они почти всегда начинаются от переносия, от так называемой «носовой птички», красота линии зависит от изящества ее вибрации. Различной насыщенности и ритмической плавности ритмом в иконе называется искусство проведения линии. Определенного размера, определенной силы, на определенном месте и в определенном направлении чувство иконописного ритма развивается путем наблюдений. После росписи по одеждам искусно наносятся пробелы высветления, по выпуклым местам фигуры пробела разделываются два-три раза, каждый раз сокращаясь в площади их первый тон лишь немного светлее основного тона, второй значительно светлее и меньше по площади, наконец, третий самые светлые черточки, которыми отмечают наиболее выступающие места складок, большей частью пробела делаются в том же цвете. Что и основной тон одежды, но иногда в другом цвете так, например, иногда по ярко-красному и темно-малиновому тону пробела даются зеленоватые или слабо-голубые по-желтому. Также голубые при этом надо иметь в виду, что белила, положенные в чистом виде на любой тон, всегда приобретают голубоватый оттенок, поэтому, если требуется погасить эту голубизну, в составляемый тон пробелов добавляют какую-нибудь желтую краску. Чтобы приблизить высветление к основному цвету одежды, если же, наоборот, надо дать голубоватые пробелы, нельзя добавлять к белилам, которые сами по себе синеют, еще синюю краску. Достаточно взять черную и для смягчения охру светлую. При нанесении пробелов следует внимательно относиться к их характеру и точнее придерживаться образца опыт покажет, как глубоко понимал свое дело древний художник и как осмысленно давал он каждый мазок и штрих в драпировках фигур. При этом не следует забывать, что чрезмерная сухость и графичность пробелов не есть достижения наоборот, они должны лежать сочно и обязательно на своем месте пробела. Положенные неграмотно могут исказить всю фигуру, поэтому необходимо, внимательно всматриваясь. Осознавать закономерность этих высветлений пробелами высветляют не только одежды, но и горки, и постройки, которым на языке иконописи усвоено название «палаток», и деревья в пособиях для иконописцев лицевых подлинниках традиционным являются использование негативного. Изображение разделки пробелов из золотопробельного письма самый темный мазок соответствует самому светлому. Вдумчивое копирование древних хороших образцов передает их характер и значение после нанесения пробелов высветлений. Выявивших фигуру, обычно углубленные места притеняются прозрачной краской того же тона, а также часто по контурам наносятся, как говорят иконописцы, приплеск. Притенение большей или меньшей силой основной цвет телесных частей в иконе санкирь закладывается приобщим. Раскрытие всего изображения высветления же санкиря называются плавью или охрением. А по старой терминологии в охрении, поскольку охры в древности назывались в охраме, этот термин частично сохранился до нашего времени в состав красок. Охрение входит одни охры, светлая и красная, и только в конце добавляется немного белил отсюда, и название этого процесса охрения техника наложения. Охрение распадается на несколько последовательных этапов. К светлой охре добавляется красная. Эта смесь разводится приготовленным желтком до состояния очень жидких сливок, если санкирь в зелень. Охры красной добавляется столько же, сколько берется светлой, так, чтобы вся смесь имела достаточно розовый тон. Если санкирь в красноту, красной охры надо брать немного, иначе плавь на теплом санкире не выявится перед накладыванием охрения. Берем на заметку самые выпуклые места. На руках, ногах и ликах и кисточкой, напоенной краской, наносим взятый тон, захватывая высветляемое место не полностью, а в половину или две третьих, подле самых светлых точек следя за оригиналом, замечаем, что на высветлениях в итоге даются две-три или более почти белильных черточки. Показывающие самые выпуклые места их то и надо четко запомнить и иметь в виду в процессе всей работы, к ним кончиком кисти следует слегка со всех сторон подвигатели. Как говорится на языке иконописцев, поплавить, налитую краску, не касаясь кистью санкиря, чтобы не размыть его. Плавить следует, не выходя за пределы нанесенной краски этот процесс, на первый взгляд, кажется ничего не достигающим, так как в лужице краски ничего особенного незаметно, но он действен краска, как бы она хорошо не была растерта, при высыхании осядет и, в результате плавления, большая часть пигмента соберется на месте. Долженствующим быть самым светлым эту первую плавь необходимо полностью просушить. После чего увидим, что между санкирем и плавью образовалась довольно заметная грань, ее следует сплавить, то есть переход от плави к основному тону, санкирю. Надо сделать более плавным, для этого в состав приготовленного охрения добавляется кистью немного воды, что делает весь состав более жидким, и эту краску наносят на высветляемое место кисточкой, обильно напоенной краской, заходя со всех сторон за края первой плави, захватывая таким образом большую площадь основного тона, в этот раз налитая краска не трогается, ее даже можно налить больше там, где идет рубец первой плави, чтобы его сгладить результат будет заметен только после полной просушки на третьем этапе работы в охрении. Добавляется еще немного воды кистью. Чем делается его состав еще жиже, и немного белил хорошо размешивается, затем охрение наносит на те места, где была положена первая плавь, на участке захватываются меньшие, чем в первой плаве, как и в первый раз, налитую краску осторожно плавит к самым светлым местам, плавь хорошо просушивается после третьего этапа на ликах, главным образом молодых, делается так называемая, подрумянка, на щеках наводить ее можно красной охрой, киноварию и красным кадмием, но очень легко, водянисто. Переходя к последнему этапу работы, в оставшуюся плавь добавляем еще немного воды и снова, не плавя, все заливаем сочно, оставляя санкир нетронутым только в углубленных местах после просушки решаем, достаточно ли хорошо все сплавилось, достаточно ли было добавлено белил на последних двух этапах, незаметны ли переходы от одной плави к другой и хорошо ли все высветлилось, если недостаточно. Плавь необходимо повторить еще раз или два раза, но делая ее более жидкой, вся эта довольно ответственная работа говорит прежде всего о том, что 1. Основной тон плави надо составлять так, чтобы его хватило на все последующие процессы двух. Необходимо при наливании плави следить за тем, чтобы она просыхала на своих местах, а не стекала в сторону, искажая изображение для этого доска должна лежать строго горизонтально. 3. Разбавлять плавь рекомендуется водой, потому что желток, если его добавлять в краску, не разжижает ее, а его избыток при высыхании создает бугры, которые потом образовывают в плаве трещины, что почти непоправимо, плавь должна лежать легко. 4. Избыток в последней плаве белил не даст плавного перехода от охрения к санкирю 5. Недостаток белил не создаст высветления и так, техника наложения плави схематично представляется следующим образом. 1. Наливаем краску и плавим 2. 2. Наливаем разбавленную краску и не плавим. В результате чего она механически приближает первое охрение к санкирю, сплавляем 3, разводим охрение водой. Добавляя белил, плавим второй раз, 4 снова разводим водой оставшуюся краску, заливаем все, кроме углубленных мест, и не плавим, 2 раза плавим, и 2 раза охрение сплавляется с санкирем через ровное нанесение той же, но более жидкой смеси. Случается, что плавь не удалась, легла неровно, тогда приходится прибегать к отборке. Отборкой называется легкая штриховка кистью той же, но более жидкой, почти прозрачной краской тех мест плави, где слишком просвечивается основной тон санкирь, или очень осторожное и аккуратное размывание плави там, где она подсохла не на месте, что иногда легче заровнять тоном санкире при этом сырое место плави. Если она легла не на место, трогать ни в коем случае нельзя, так как кисточка может сдвинуть краску, образуется углубление в охрении, поправить которое будет еще труднее весь этот довольно трудный процесс требует терпения, внимания и осторожности проследив весь процесс высветления телесных частей иконописного изображения, понимаем, почему он носит название охрения и плави, если имеется в виду цвет высветления. Употребляется термин охрения, когда же подразумевается техника наложения краски, употребляется термин плавь, и краска должна быть по консистенции, плавкой, чтобы ее можно было плавить. Количество процессов плави иногда зависит от величины ликов, и все иконы на ликах средней величины сохраняются. Четыре процесса, на больших ликах их может быть и больше. Маленькие лики плавятся две или даже одну раз после полной просушки плави, переходим к нанесению отметок светлых, желтовато-белильных черточек, показывающих самые выпуклые и светлые места, называются эти черточки. Отметками, оживками или отживками, живцами, движками, линия этих черточек ведется вначале очень тонко, посредине делается нажимчик и заканчивается опять тонко, иногда отметки делаются около санкиря под глазами, большей же частью несколько отступя от него, если они окажутся слишком резкими. Их можно прикрыть после высыхания легким тоном охры с белилами, после охрения расписываются волосы и конопись. Традиционно хранит их название, волосы русые и седые по цвету. А по форме кудреватые, длинные, свисевшиеся с ушей броды Спасова, Златоустова, Предтечева, Николина, Сергиева и другие, то есть маленькая, раздвоенная, широкая, круглая. Количество процессов плави иногда зависит от величины ликов и все иконы на ликах средней величины сохраняются. Четыре процесса, на больших ликах их может быть и больше. Маленькие лики плавятся две или даже одну раз после полной просушки плави, переходим к нанесению отметок светлых. Желтовато-белильных черточек, показывающих самые выпуклые и светлые места, называются эти черточки. Отметками, оживками или отживками, живцами, движками, линия этих черточек ведется вначале очень тонко, посредине делается нажимчик и заканчивается опять тонко, иногда отметки делаются около санкиря под глазами, большей же частью несколько отступя от него, если они окажутся слишком резкими. Их можно прикрыть после высыхания легким тоном охры с белилами, после охрения расписываются волосы и конопись. Традиционно хранит их название, волосы русые и седые по цвету. А по форме кудреватые, длинные, свисевшиеся с ушей броды Спасова, Златоустова, Предтечева, Николина, Сергиева и другие, то есть маленькая, раздвоенная, широкая, круглая, с. Космачками и ТП броды Спасова и Предтечева расписываются черной краской и не высветляются, а после росписи прикрываются слегка коричневым прозрачным тоном, волосы русые перед росписью прокрываются. Коричневой краской очень прозрачно сиена сженая и зеленая или умбры сженая по просушке делается роспись или сженой умброй, или сиеной женной с черной, или просто черной краской высветления на волосах, например. Ангелов даются парными штрихами, которые вписываются между темными штрихами линии светлых штрихов также ведется сначала тонко, потом имеет нажим и опять заканчивается тонко светлые пары линий внутри себя объединяются светлым тоном охра. Светлое и красное так, чтобы, высветляясь к середине, каждая пара ослабевала по светлоте к концам прядей седые волосы, иногда перед разделкой полностью прокрываются. Легко и плавно ревтью серым тоном. А иногда этот серый цвет в технике плаве наносится поверх разделки, объединяя с собой отдельные пряди. Разделка седых волос заключается в том, что белые черточки волоски по два, три и даже по четыре наносятся в разных направлениях, образуя собою отдельные пряди волос головы или бороды, чтобы сделать это грамотно. Перед глазами должен быть образец по окончании и дается легкое притенение по всему контуру головы отделка на драпировках фигур, в углубленных местах и по контурам делаются притенения, которые на языке иконописи носят название, приплеск, приплеск имеют и горки, и палатки, и деревья притенения делаются и на ликах. Для этого пользуются жены-сиены и притеняют теневую сторону носа, теневую сторону лба, около волос. На женских ликах по грани подбородка и шеи на глазах пишется зрачок черной краской и радужная часть глаза зрачок не. Должен быть круглым, это придает лику некоторое беспокойство. Его делают или овальным, или почти треугольным, касающимся верхним своим углом века. По просушке притенения дается и радужные оболочки, и глазу под верхним веком, притеняют несколько брови и глазные впадины над верхним веком большей частью пользуются жены-сиеной. Как обладающей легкостью и прозрачностью на глазах делаются отметки белилами с охрой по белку глаза губы слегка. Приплескивают жидким красным кадмием, киноварию или красной охрой на руках по теневой части также дается приплеск. Причем, если рука лежит на одежде холодного тона зеленого, голубого, приплеск делается теплой сиеной или красной охрой. Если на одежде теплого тона притеняют зеленой краской или оставляют без притенения, в итоге надо еще раз заметить, что внимательное копирование хороших икон есть лучший учителей колорита иконописного изображения, и рисунка, и отделки всех деталей образа. Но в этом деле никак нельзя пользоваться печатными цветными репродукциями, иногда до неузнаваемости искажающими цвет и общий колорит образа повторения ошибочных тонов не только не. Воспитывает понимание колорита древней иконы, но и прививает дурной вкус, не приближая, а удаляя от истины, асист собственно асистом называется клеящее вещество, которое накладывается на некоторые детали иконы для их последующего золочения такими клеящими. Веществами являются чесночный сок и сусло. Заранее приготовляемые, но на практике в иконописной технике асистом называется сама разделка лепным золотом. Различных узоров выполняется асистка следующим образом сохраняемые в баночках сусло или чесночный сок. Растворяются или пальцем, или кистью. Смоченными в воде этот клей в небольшом количестве переносится на тарелочки. Затем хорошо просушенный красочный слой, подлежащий разделке золотом, слегка припорошивается. При помощи комочка ваты, чистым мелом зубным порошком, излишки его сдуваются затем тонкой кистью. Смачиваемый в воде, берется с тарелочки сусло, разведенные здесь до нужной консистенции, и переносится на икону или тонкими штрихами в определенном направлении, или каким-либо узором по припорошенному меловому полю наносимый рисунок четко читается. Что очень помогает следить за его правильностью, сделанный клеем рисунок нужно хорошо просушить для золочения. Нужен кусок свежего, мягкого ржаного хлеба, смятого в липкий комочек имбирем золота и, подышав на прописанный рисунок, чем восстанавливается клеящая способность сусла, пристукиваем золото по рисунку, золото пристает к суслу, излишки его забираются котышком хлеба, когда эта работа закончена. Недочеты в рисунке можно исправить краской. Для закрепления золота покрывается тонким слоем спиртового шелачного лака или палитуры без этого. На последнем этапе работы, при нанесении на икону покровного слоя олив и золото непременно сойдет с оливой в местах асиста по традиции. Асистом расписываются, прежде всего, одежды Христа Спасителя, когда он изображается во славе, например, при воскресении, вознесении, преображении, на иконах Успения Пресвятой Богородицы, где он также пишется во славе, иногда в диисусном чине, как у царя славы. Асистом расписываются также одежды богомладенца Христа на богородичных иконах, чем указывается на его безначальное божественное естество. Часто расписываются асистом крылья ангелов, престолы, седалища, царские и княжеские под парчу одежды и другие детали. Иногда ризы обводятся золотом по контуру позднее, когда в практику вошел цветной фон 17. Золотом стали делаться надписи в ученических работах, в этих случаях золото заменяется краской белилами. К адмем желтым и красным после просушки узор можно смягчить тонким слоем сиены натуральной, что придаст ему золотистость названия, украшать асистом, часто заменяется термином «инокопь», украшать инокопью, в греческих и итальянских иконах инокопь появилась в 11-12 веках. Во второй половине 16 века в России начали применять для разделки одежд, вместо пробелов, творенное золото им расписывали все одежды на иконах, чтобы творенное золото блестело, его потом шлифуют так называемым зубком, в 17 веке роспись одежд творенным золотом полностью заменила. Высветление пробелами в 19 веке одежды теплых тонов расписывались желтым творенным золотом, одежды холодных тонов синие, зеленые и другие зеленым золотом, имеющим холодный оттенок. Олифление готовую икону, выполненную яичной темперой, покрывают пленкой соответствующим образом обработанного масла олифой, что изолирует живопись от влаги и других вредных воздействий воздуха, в основном этот довольно ответственный процесс. Сводится к следующему, законченную и достаточно просушенную в течение пяти-шести часов икону кладут на горизонтальную плоскость и подогревают в нужном количестве олифу перед нанесением. Ее на доску мастер, обнажив правую руку от ладони до локтя, протирает ею всю живопись, чтобы на иконе не осталось ни пыли, ни соринок, затем на средину иконы наливается лужица подогретой олифы, нужно следить, чтобы не было перекоса и олифа не стекала в какую-либо одну сторону, в последнем случае нужно положить что-нибудь под доску, чтобы выровнять ее горизонтально. Затем, добавив олифы, ее распределяют ладонью по всей живописной поверхности так, чтобы толщина слоя не превышала 1 мм, если олифы налить много, то процесс ее загустения растянется на долгое время, в таком положении доска остается до конца всего процессов. В зависимости от влажности и температуры помещения, даже от времени года с марта по июнь самый сухой воздух, олифа густеет быстрее или медленнее в теплом и сухом помещении, в среднем требуется 4-5 часов. Чтобы красочный слой достаточно пропитался олифой, подогретая олифа лучше и быстрее впитывается в грунт. Налетая на икону олифа тотчас начинает впитываться в грунт, образуя на поверхности живописи в разных местах матовые островки, поэтому на этом этапе через каждые 15-20 минут олифу необходимо разравнивать часа через два, такие матовые островки перестанут появляться. Олифа будет лежать ровным слоем и постепенно густеть здесь опять требуется внимательность, чтобы олифа в отдельных местах не присохла к живописи. Необходимо ладонью ее разглаживать. Часов через пять олифа по консистенции становится похожей на густой клей, тогда надо снять излишки загустевшего. Масло листочками папиросной бумаги или ладонью бумага прикладывается прямо к живописной поверхности, поэтому для этой цели используется только папиросная, которая не оставляет на иконе никаких ворсинок, но некоторый тонкий слой олифы необходимо оставить на живописи. Чтобы при полном высыхании не наметились прожухшие матовые места руки, во время работы приходится время от времени вытирать. И для этого нельзя пользоваться ни тряпками, ни бумагой. Оставляющими ворсинки вполне подходит для этого папиросная бумага до тех пор, пока оставленный тончайший слой олифы еще маслица двигается, за иконой нужно следить, так как можно упустить самый. Ответственный момент во всем этом деле разгладить олифу перед самым ее засыханием дело в том, что мельчайшие пылинки, постоянно наполняющие воздух, оседая, могут застыть на твердеющей пленке олифы в виде блестящих бугорков, что дает покрывающему слою неприятную зернистость, чтобы этого не допустить, следует, особенно на последних стадиях застывания олифы, через каждые пять-десять минут энергично проходить ладонью по живописной поверхности от края до края иконы во всех направлениях при этом засыхающая. Олифа под ладонью начнет издавать звук, похожий на тот, который возникает, когда мокрое стекло вытирают тряпкой или бумагой, фик, фик. Именно отсюда произошел термин «фикать», то есть разглаживать твердеющий покрывающий слой, если мастер не упустил последнего момента и успел вовремя пофикать, то застывшая пленка будет гладкой и блестящей. Наконец наступает момент, когда, как говорят мастера иконописцы, олифа, встанет, трогать ее после этого уже нельзя, можно испортить ее глянцевую поверхность, нанести лосы, матовые полосы, которые уже не исчезнут, чтобы убедиться в готовности пленки, следует в неответственном месте, где-нибудь в уголке, осторожно провести пальцем, если остался след, значит, олифа, встала, икона ставится на просушку так. Чтобы на нее не садилась пыль, первоначальное поверхностное просыхание пленки происходит за 2-3 дня, полное не ранее, чем через месяц, существует большое количество разных рецептов как по приготовлению олифы, так и по приемам нанесения ее на живопись старые мастера знали, что пленка, создаваемая одним очищенным маслом, высыхает медленно и не имеет глянца, поэтому и добавляли в подогретое масло соль, окись металлов, что превращало масло в олифу. Или растворяли в олифе смолы, превращая ее в масляный лак может возникнуть другой вопрос, что делать, если по той или иной причине момент затвердения олифы пропущен другими словами, случилось как раз то, чего именно не следовало допускать олифа в одних, более тонких, слоях затвердела и присохла к живописи, в других осталось еще подвижной несомненно. В таком положении оставлять икону никак нельзя, пересохшие места олифы окажутся потом более высокими. Островками по сравнению с остальной. Поверхностью и сильнее потемнеют, необходимо их убрать в таком несчастном случае снимают досуха оставшуюся загустев. Шую олифу и наливают свежую, неподогретую с ее помощью начинают оттирать пальцем присохшие места там, где пленка еще свежа, она растворяется и оттирается более или менее удачно, но там, где она успела крепче присохнуть, неизбежно употребление скальпеля и не исключена возможность повреждения живописи, когда все пристывшие места. Пленки так или иначе удалены, оставшуюся свежую олифу досуха снимают. Икону как следует просушивают, место, требующее поправок живописи, протирают срезанной долькой чеснока, чтобы краска не соскальзывала, и исправляют повреждения живописи, затем дают свежей краске хорошо просохнуть и снова всю икону олифит, лучше на другой день. В мастерских Палеха существовало особое помещение для покрытия живописи олифой, изолированное от посторонних людей, куда входил или где находился только мастер, этим предотвращалось излишнее движение пыли в воздухе в зимнее. Время после того, как олифа встала, иконы в Палехе выставляли на мороз, в неотапливаемое помещение для скорейшего образования неподвижной пленки, и это имело положительный результат и теперь можно иметь в виду этот прием каждому иконописцу.